Привет, мой дорогой подписчик! С тобой я, Ириша Блеск, и мой YouTube-канал, который, слава Богу, ещё не загнулся. Как он там называется? Блестящий, заметно, да? Блестящий ремонт карьеры и женщина. Я давно ничего не записывала, потому что подустала. Потом ко мне приехала мама, и внимание стало моё рассеиваться. Мы решали кучу-кучу всяких разных проблем. И я сейчас хочу вам напомнить, также вас попросить, чтобы всё же мой YouTube-канал не нагнулся в столице. Пожалуйста, не только поставь лайк этому видео, но ещё нажми на колокольчик, чтобы получать всегда вовремя мои новые видёшки. И не забудь, пожалуйста, ещё поделиться со своими друзьями. Так мы распространим эти видео, и, возможно, нас будет уже не 25 человек. Но когда-то не было ни одного. Ребят, спасибо всем, кто со мной, кто подписался, кому интересно. Я никогда не перестану снимать. И что же со мной произошло, ребятки? Вот совершенно недавно. Как вы знаете, я попала чудесным просто образом в бизнес-класс. Я помощница нашего арт-директора. И я не одна. Мы ассистенты, мы ассистируем, да. И готовимся однажды там стать стилистами в этой команде с Акоти Тим. Сроки пока мы не обсуждаем. Но, в общем, скажу вам так. Слабенькие там не задерживаются. И больше всего я, знаете, что почувствовала? Я почувствовала не то, что у меня там физические, физические, ну, мои профессиональные навыки не соответствуют тому, что там требуют, да, от меня. Нет, этому всему можно научиться заново и как-то подстроиться, в общем, быть мобильной, пластичной. Но нет, я столкнулась, прежде всего, с моральным таким давлением. Да, моральным давлением. Почему? Потому что у нас публичная публика. Я никогда не предполагала. Да, конечно, там когда-либо мечтала и летала там в своих мыслишках. Но о том, что это станет так скорой, быстрой реальностью. И это каждый день, ежедневно мы сталкиваемся с тем, что R-Legend посещает, посещает гости, посещает публика именно известных людей. У нас высокий чек и соответствующий сервис. В общем, стандартов столько и шаг в лево, шаг в право, расстрел. Но моей радости не было предела, когда вдруг, совершенно случайно, вы вообще просто не можете себе представить, что-то невероятное произошло. Я встаю, кстати, далеко добираюсь, поэтому я встаю в 4 утра. Иногда в 5 утра я могу себе позволить встать. Но вот так рано мне нужно встать. И только где-то в час ночи я приезжаю домой. И вот ничего не предвещало какой-либо неожиданной радости. И вдруг я приезжаю опять на работу. И, кстати, я еще и приболела, да-да. И вдруг утром нам еще арт-директор, и то бишь наш босс показывает кое-что там на болванке, те ожидания, которые он от нас ждет, так как мы должны там готовить волосы, ну, перед тем, как он далее продолжит, да, делать укладки, там, прически, все что угодно, да. Вот. И он нам показывал там нюансы, некоторые моменты. И это, во-первых, это не так часто происходит. И вдруг он нам уделяет время. Но я все вижу, улавливаю, и тут же я слышу знакомый голос. Вы просто не представляете эту картину, которая была вот лично в моем мире в тот день, потому что я сосредоточена здесь, и обязана сосредоточиться и впитать полноценным максимум. И вдруг я слышу ушами знакомый голос. Знакомый голос. Голос из телевизора, понимаете? С телеканала «Пятницы» голос я слышу. Как так? Я поворачиваю голову и не верю своим глазам. Я думала, мне померещилось. Это какая-то точка на моем лбу. Простите. Это, как выяснилось позже, я, конечно, начинаю нервничать, вспоминать судорожно, кто это, как зовут, где я видела, где могла видеть, что какая-то, откуда. И ощущение, что я знаю этого человека. И это была девушка с телеканала «Пятница», небезызвестного телеканала телевидения, да. И проект, в котором она участвовала, и не только участвовала, но и победила, причем это был самый первый проект такого формата, это «Пацанки». «Пацанки». Я сидела на этих всех «Пацанках», на этих выпусках. У меня как-то, помню, даже в «Артовске» спрашивали, почему, ну как почему, потому что это невероятно. И, во-первых, когда ты знаешь суть у этих девочек, да, ты проникаешься, и все девочки, они поступают на этот телепроект с болью, с разными очень печальными своими историями, биографией. И ты, ну, естественно, ты проникаешься в каждый, потому что ты сама женщина, и у тебя материнские инстинкты. Вот. А потом еще и наблюдаешь за тем, как они меняются, и вообще что там происходит, как их качают конкретно по этикету, по походке, по стилистике. В общем, максимально, конечно, стараются. Для них тоже очень известные педагоги, как их можно назвать. Ну, в общем, там школа леди. Вот. Из пацанок вот в школу леди они попадают. Я очень люблю этот телепроект. И вдруг я вижу эту девушку. Это Юля. Ковалёва Юлия. Наберите в интернете для тех, кто не видел или видел, но забыл. И такая просто она, знаете, как я её называю, вот от неё веет счастье. Она настолько открытая, свободная в своих там разговорах и в своих эмоциях, понимаете. Вот рядом с ней и даже уже в соседние вот эти вот наши зеркала, да, и столики, где мы обслуживаем гостей, они уже были заражены её позитивом, её харизмой, её энергетикой и вот этим счастьем, которое она излучала. Вот это первое, что я почувствовала, это вот прям счастье. И потом я... А я уже не могла вспомнить фамилию. Я с трудом, да, я вспомнила имя, я не могла вспомнить фамилию, потому что этот проект, ну, как-то я и не подписывалась особо на девчонок. И первый сезон он прошёл достаточно давно. Но, вот, как вы знаете, у меня постоянно там эти подписки стилисты, стилисты, колористика, в общем, стрижки, всё вот в этом духе, в моей стезе. И вот тут вдруг... Ну, конечно, начинаю там... И захожу в интернет, смотрю фамилию, проверяю, уже бегу на рецепцию, вижу почему-то другую фамилию. Ну, в общем, я не знаю, чем я там смотрела. По сути, там была правильная фамилия, но я её не увидела. Я потом мельком уже, да, вспомнила, как её ещё называли, это качок, потому что она очень любит спорт, фитнес, даже бодибилдерша считается она. И вот такая попала. Я вам хочу сказать, что я уже пересматриваю первый этот сезон. Меня не интересует, сейчас, оказывается, идёт там какой-то четвёртый или пятый. И уже чуть ли не последняя завершающая серия. Но меня настолько впечатлила эта встреча, это знакомство с таким человеком, необыкновенной широты души, правда. Эти её ямочки, секси-шмекси, ямочки. Это её открытая такая добрая, чистая улыбка. Её светящиеся светлые глаза. И вот необыкновенная девушка, правда, необыкновенная. И я понимаю, почему она победила. Конечно, не хочется других девочек обидеть, но она изначально, если вы посмотрите, она шла и знала, что хочет меняться. Она себе поставила цель, и люди не смогли просто не заметить её глобальные изменения. Хотя девочки-финалистки, естественно, они тоже изменились. Но как жизнь такая, да, вот кто-то один, он будет победителем, потому что это всё-таки телепроект. И это оказалось именно Юлия. Потом я помню, как я стараюсь сосредоточиться на том, что показывает роман. Тут же я там мыслями переспросила потом у управляющего. И его просто он тоже как ангел на рабочем месте у нас. Мой ангел, это точно. И он разрешил, увидев мои вот эти глаза, просто эту жажду, конечно, и любопытство, и такие глаза тоже уже, как у Светлячка. И он сказал, что ты можешь сфотографироваться с ней. И потом так получилось, что мы уже возле неё были вокруг. И, конечно, она там делала у нас очень много различного рода этих услуг. В Доме красоты там маникюр, по-моему, было окрашивание, укладка, прическа, мейкап. Они должны были, как я поняла, потом уже снимать вот для последнего сезона очередную серию. Вроде как финальную, ну или предфинальную. Ну, в общем, вот так. У них были съёмки. Вот она, видимо, готовилась к съёмкам. И практически полдня мы провели все там с ней, и она, конечно, столько всего сделала для меня в этот день. Подписалась на меня, познакомилась очень просто, пожала руку, сделала комплименты по поводу татуировки. Она рассказала о своей книге, а, может быть, вы слышали или нет, но я не только собирала стаканчики из разных-разных мест, стаканчики из-под кофе в Москве, из разных мест, которые для меня, ну, значимы, либо оставили какой-либо положительный след на моём мышлении, да, и на моём восприятии этого мира. И мне вот довелось, значит, не только собирать эти стаканчики из различных там мест, организаций, мероприятий, парикмахерского искусства, например, но ещё я зарядилась идеей и стала собирать свою библиотеку Библиотеку Великих Биографий. Меня вдохновляют биографии известных людей, успешных людей, людей, которые проходили аммони и медные трубы и вышли оттуда победителями, да, не сдавались. И вот среди, значит, моей библиотеки это, конечно, несмотря ни на что из фильма «Герой», да, как вам сейчас быстренько бы вспомнить-то назвать его, ну, вы увидите его книга о Сале Кахаватте. Сале Кахаватте, в общем, он слепым шёл к своей мечте, и даже руководство не знало, что слепо. Это вам вкратце, а лучше почитайте, посмотрите этот фильм, это нечто, это нечто реально. И потом Долорес Кондрашовой, конечно же, весь мир парикмахерского искусства уважает её. И это и женщина с мировым именем, также ещё Юлия Парановской, да, Юлия Парановской, потому что невероятно, там тоже история была любви и предательства, и как Юля из этого всего выходила, тоже я вам советую, её книгу к прочтению. И когда Юля Ковалёва вдруг рассказывала о себе, мы там разговаривали на многие разные темы, и вдруг она говорит о том, что пишет книгу, и скоро она выйдет, эта книга называется «Не пацанка», я уже понимала, что её книга, она будет в моей библиотеке, да. Но помимо этого всего, я вам хочу сказать, что когда я ехала уже в этот день домой и прочла вступление этой книги, да, которую я теперь с нетерпением ждала, она обязательно будет в моей библиотеке, как она проходила, ну, очень-очень жестокие вещи, в общем, в своей юности, молодости, до проекта, и не хотела сама жить, и вытаскивала с петли, так скажем, свою сестру, младшую, и столько ещё всего-всего, что у неё произошло, кажется, это просто, ну, какой-то, ну, хоррор, хоррор, да, это называется, хоррор, но никак не реальность вообще девушки, нет-нет-нет, никак, а это, оказывается, явь, и это чуть-чуть совершенно, вот, прям вот, это вот капля в море того, что будет, конечно же, написано, да, и выйдет в её книге. Я плакала, когда я ехала обратно, в последний раз я плакала, так, когда мне предыдущий директор благословил, там, сделал мне подарок, да, футболки для стилиста брендовые, белые вещи подарил, потому что я очень была впечатлена всегда, там, да, стилисты рассказывали тоже, как они приходят на работу, какие жертвы идут, да, колористы, вот, ходят в белых, да, и ходят, да, и пачкают, и ходят, и потом опять покупают новые, вот так. Потому что это такая вот атмосфера, атмосфера искусства, атмосфера стиля и атмосфера красоты, изящества, вот, во всём, и ничего не может быть здесь лишним, всё должно быть с иголочки, понимаете, вот прям реально буквально с иголочки, вот, да, и мы приносим много жертв. Ещё у неё есть коллаборация и, ну, там, с девушкой-дизайнером, и они там готовят коллекцию одежды, и она также мне сказала, что я, ну, вот моя татуировка, которую она увидела, побудила её сделать, сделать и, как бы, немножко трансформировать, что ли, свою идею по дизайну вот этой одежды, которая будет, и кое-что, кое-что она туда внедрит, вот после увиденного на моей шее. Ей вот одна мысль пришла, идея одна пришла. Это очень интересно, конечно, очень интересно. Я теперь с нетерпением жду эту коллаборацию, эту одежду. Правда, как она будет выглядеть, и это, ну, для меня это подарок, правда. Она сделала для меня какой-то необыкновенный подарок. Я такого подарка никогда не получала. И этот день я вот знакомство с ней не забуду никогда, реально. Никогда не забыть мне о знакомстве с этой девушкой, красивой, интересной. Помимо всего прочего, она очень умная. У неё два высших образования, поверьте. Это просто, я не знаю, это какая-то кладезь. И потом ещё вот так трансформирована. Она вот прям уникум, какой-то уникум для меня, феномен для меня. Я наш директор, и это, теперь Юля для меня тоже уникум. Вот, ребят, вот об этом я вам хотела сказать. Может быть, я болтала очень много, и кому-то покажется нудным. Мама не любит мои ролики. Но это так важно. Мне кажется, это так важно. Вот, так же, как и моя бархатная чёлка. Понимаете, да, это так важно. Конечно, не всё так сладко и гладко всегда происходит. Я к тому, что наша работа достаточно сложная. Я, как вам сказала, вот я болею, и мы встаём очень рано. И это морально тяжело, это бывает физически. Ну, физически может быть не так, но вот морально, правда, да, я никогда не думала, не представляла, что это именно так. Так к этому люди приходят. Вот это даётся именно так. Это переживается именно так. Но Юле просто, Ковалёвой... Респект во все времена. И я обязательно теперь буду следить за каждым её постом. Это глубокий след в моей жизни. И я знаю, что её книга научит меня многому и поможет мне в каких-то вещах трансформироваться. Потому что она это всё пережила. И человек, он может дать что-либо другому человеку только тогда полноценно, когда он это сам пережил. А люди, которые делятся тем, что никогда не проходили, ну, ребят, это пустое. Она делится сокровищем. И я прям жду, не дождусь, когда я куплю эту книгу её, когда она наконец-то выйдет, и я её куплю. Вот это буквально месяц, сейчас 2019 год. Вот, по-моему, 12 декабря, если не ошибаюсь, она озвучила. Книга «Неподсанка». Вот так, ребят, в «Эр-Ледженд» у нас, в столице, в необыкновенном тоже месте мы находимся, дом Старой Яли. Дом Старой Яли, эта книга тоже появится у меня, потому что я хотела бы знать больше о том месте, которое выбрал сам Бараман Сокоти, для того, чтобы там появился дом красоты «Эр-Ледженд». Это сказочно, конечно, сказочно. И с такими людьми в такой атмосфере как-то болеть, ну, полегче болеется, полегче, конечно, болеется. Вот так, ребят. И я хочу вам, как всегда, напомнить, пожалуйста, не сдавайтесь. Но если вы всё время мечтаете, наметили себе, да, мечтаете, хотите этого и не хотите поднять свою пятую точку и что-либо сделать, ребят, у вас ничего не выйдет. Вот ничего не выйдет.